Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня 13 апреля и у нас в гостях Филипп Дородный. Сегодня у нас седьмой диалог из цикла «Сила настоящей мечты». Наконец-то от движения сердца мы переходим к решительным действиям и диалог у нас сегодня называется «От решения к действиям». Добрый вечер, Филипп. Здравствуйте, Сятослава. Здравствуйте, друзья. Сегодня мы продолжаем движение по нашей схеме, схеме «Результат». И сегодня мы подходим к следующему этапу, к решениям и действиям. В прошлый раз я обращал ваше внимание на то, что от наших потребностей и прихотей зависит сила наших желаний. Если мы в чем-то сильно нуждаемся, нам что-то очень сильно нужно, хотим, то и, конечно же, желание будет соответствующей силой. И чем сильнее наше желание, тем больше вероятность того, что оно превратится в решение. Например, или позитивное решение, которое подразумевает под собой какие-то действия, или негативное, которое подразумевает под собой отказ от каких-либо действий и вообще ведет к бездействию. А вот сейчас вы на слайде видите, что такое решение. Решение – это как бы мост, представлено как мост, который соединяет желание и действие. Или можно, наверное, еще как бездействие, как на этот вопрос смотреть. По сути, без решения ни одно действие, как и бездействие, не будет совершено. Решение – это начальная стадия любого действия. Оно лежит у основания любого действия. И принятие того или иного решения – это уже большой шаг к тому, что действие будет совершено. То есть мы двинемся вперед. А вот принять именно позитивное решение – это уже начать процесс перемен. По сути, позитивное решение – это сильное желание, которое подкреплено целеустремленностью и твердой уверенностью достичь чего бы то ни было. По сути, это убежденность в необходимости самого действия для того, чтобы достичь поставленной нашей цели. Как правило, наши цели достигаются тогда, когда принято соответствующее решение. Как правило, это решение должно быть позитивным. Опять же, здесь зависит еще от того, какие у нас цели. Если у нас цель – посадить телевизор вечером после работы, то здесь может быть иначе ситуация. Мы говорим только о более значительных каких-то целях, а не таких мелких, как «посмотр телевизора» или что-то в этом роде. Поэтому без решения не будет никаких результатов. Не будет самого начала движения к цели. Если мы посмотрим на окружающий нас мир, то мы заметим, что машина начинает ехать тогда, когда водитель принимает решение ехать. Самолет взлетает тогда, когда пилот принимает решение взлетать. Мы даже переходим дорогу тогда, когда у нас появляется решение переходить дорогу. Так все везде и получается. Сначала какое-то принимается решение, которое оканчивается действием. По сути, любое решение открывает дверь изменения. И решение, можно сказать, что оно меняет настоящее, меняет на будущее, создает будущее. Поэтому от того, какое мы решение принимаем сегодня, зависит наше будущее завтра. Когда-то Великий Цицерон сказал, что, если можно, вот следующий слайд. Человек должен научиться подчиняться самому себе и повиноваться своим решениям. Действительно, принятие какого-либо решения, по сути, подразумевает под собой отказ от всех иных вариантов развития событий. Все пути к отступлению должны быть отрезаны и никакой обратной дороги. По сути, это начало, можно даже назвать, жизнь с одной дорогой, с дорогой вперед. И чтобы достигнуть какой бы то ни было более значительной цели, необходимо, безусловно, действовать. А для этого, для начала, неплохо было бы принять решение действовать. Когда мы принимаем решение двигаться, тогда мы начинаем уже двигаться. Иначе никак и не получится. Но тут стоит отметить, что многие люди боятся принимать решения, вот именно позитивные решения. Негативные все без проблем принимают, а позитивные, которые направлены на движение, на какие-то изменения, они боятся этого делать, не хотят принимать. По сути, внимание таких людей уделено больше негативным решениям, благодаря которым они хотят избежать того или иного действия. Они боятся действий. Даже не стоя на то, что это действие может привести к каким-то положительным и позитивным результатам в их жизни. По сути, люди хотят быть богатыми, хотят быть здоровыми, счастливыми, но они всего лишь хотят быть, вместо того, чтобы захотеть стать такими. И они продолжают думать категорией быть, вместо того, чтобы начать думать категорией стать. Но мы как бы понимаем разницу быть и стать, это разные немножко вещи. Для того, чтобы изменить свою жизнь, стать, например, захотеть стать богатым, необходимо уйти с этой позиции, быть богатым. И задумываться о том, что надо стать таким. То есть принять соответствующее решение. Почему люди не хотят принимать позитивные решения? Если можно, следующий слайд. По моему мнению, есть три основных сдерживающих фактора. Как вы видите, это страх, лень и сомнение. Что такое страх? Следующий слайд. По сути, любой страх – это эмоция, которую мы переживаем в минуту опасности. Причем, независимо от того, реально это опасность или нет, мы так или иначе испытываем страх. Можно сказать, что страх – это форма проявления нашего инстинкта самосохранения. Нашего, еще того далекого, когда мы были дикими людьми, скажем так, и имели инстинкт самосохранения. И сейчас мы, конечно, тоже имеем. Правда, немножко в иной форме. Тот животный инстинкт, по сути, который у нас был когда-то, сегодня нам как бы-то и только мешает, а не помогает жить. Раньше страх был нужен, когда наши предки охотились на мамонтов, бегали от саблезубых тигров. Но сегодня, по сути, когда единственная такая более значительная опасность исходит для человека от самого человека, то инстинкт самосохранения, он, по сути, больше мешает, чем помогает. Хотя, конечно же, сказать то, что он нам вообще не нужен, это все же опрометчиво, потому что даже в нашей жизни сегодня, в 21 веке, продолжают возникать какие-то реальные опасные ситуации, которые могут угрожать нашей жизни, и в этом случае инстинкт самосохранения, он как бы служит барьером, который предохраняет нас от той или иной опасности. По сути, страх, вот как форма проявления инстинкта самосохранения, он может быть полезным, потому что он как бы служит неким сигналом, который говорит о том, что нам угрожает какая-то опасность, нам там здоровью или в целом жизни. Но, как показывает жизнь, большинство человеческих страхов, они беспочвенны. И сегодня, в большинстве случаев, страх, он как бы служит больше тормозом, который мешает человеку жить, чем там, способствует его подвижению. И очень бывают такие вот случаи, когда сам страх, сама эта эмоция может поставить жизнь человека под угрозу, когда она парализует страх, парализует волю, как бы вводит во состояние эмоционального дисбаланса. Например, ситуация с паникой очень показательная. Когда человек паникует, он выходит, как бы, он не может себя контролировать. Поэтому я считаю, что страх обоснован только тогда, когда есть угроза жизни или здоровью человека. Когда же ее нет, то, по сути, нет причины для страха. Если можно, следующий слайд. Зигмунд Фрейд, австрийский психолог, сказал, что страху присуща неопределенность и безобъектность. Я понимаю эти слова так, что в большинстве случаев страх является надуманным, и реальных причин для него все же нет. Но люди боятся принимать какие-то небылое решения, даже если эти решения важны для их жизни. И часто виною является страх. По сути, многие люди даже не приняли каких-либо уже действий, даже не приняли решение действовать. Они уже испытывают страх, они уже в голове у себя рисуют какие-то картины. Картины поражения, неудач, они уже заранее уверены в том, что у них ничего не получится. А если вдруг каким-то чудом оно не получится, то боятся потерять приобретенное. Поэтому людям проще ничего не делать, не принимать никаких важных решений, оставить все как есть, плыть по течению реки, потому что их гложет страх того, что в будущем они могут испытать, скажем так, горечь поражения и разочарования. Бернард Шоу, в следующем слайде, когда-то сказал, что быть рабом страха – самый худший вид страха. И действительно, я с этим полностью согласен. Страх – эмоция, которая сковывает, она нас парализует и она нас, по сути, унижает, как человеческое существо. Любые возможности, они превращаются в препятствия. Человек становится неудачником, человек становится слабаком. По сути, он является пленником страха. Леонардо да Винчи на следующем слайде, когда сказал замечательные слова – «Кто в страхе живет, тот и гибнет от страха». Поэтому, действительно, бояться глупо. И лучшее средство от страха я назову его попозже, когда мы закончим говорить о лене и о сомнениях. Давайте немного остановимся на лене. Что такое лень? Если можем, следующий слайд. По сути, лень – это уже не эмоция, это устойчивое нежелание совершать волевое усилие. То есть, это как бы состояние нашего разума, его нежелание действовать, преодолевать какие-то жизненные трудности. То есть, нежелание совершать волевое усилие. А я считаю, что лень не присуща человеческому организму. Возможно, это спорная мысль, но такое вот у меня мнение. Я думаю, что это искусственное наслоение, которое человек приобрел еще в те времена, когда начала зарождаться цивилизация. Назовем так, доцивилизационные времена. Я думаю, в то время человеку не было времени просто лениться. Любая лень, любая слабость, они могли стоить ему жизни. В том мире, в котором человек жил в то время, ему надо было быть настороже. Поэтому я думаю, что все же лень – это искусственное наслоение. И в процессе своего развития человек как раз создавал какие-то там блага, создавал прогресс, которые, по сути, упростили жизнь человека, сделали ее более комфортной, сделали ее более безопасной. И все эти блага цивилизации, они делают человека более расслабленным и, как результат, более ленивым. Что не более, а просто ленивым. По сути, чем больше человек имел что-либо, чем больше он чувствовал свою защищенность, тем более пассивным и расслабленным он становился. Когда-то некто кто-то сказал, что человеческая лень – это двигатель прогресса. Я полностью согласен с этим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...